МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...мини-фестивали еды и спускать все деньги на гараж-сейли. И учиться чему-нибудь в творческих мастерских. Сопровождаться все будет живой музыкой, за которую в последнее время в Нижнем Новгороде не приходится краснеть. Закончатся все события к полуночи. Собранные средства пойдут на художественные материалы и наборы для творчества для детей-инвалидов из общественно-благотворительной организации «Преодоление». Что касается кино, то здесь постпраздничная апатия. Но и больше интерес представляет, пожалуй, картина «Как я теперь люблю», «Как я теперь живу» в оригинале. Это экранизация романа, который 10 лет назад был большим литературным хитом. Главным преимуществом картины стала актриса Сирша Ронан, великолепная и необычная. Она была номинирована на Оскар, когда их было всего 14 за роль в искуплении. Еще одна памятная ее роль в картине «Милые кости». В «Как я теперь люблю» сюжет строится вокруг подростков, в которой живут в мире, стоящем на пороге Третьей мировой войны. История о первой любви в контексте атомного взрыва, сюжет которой может заинтересовать. Что происходит? После взрыва атомной бомбы происходит эвакуация всего гражданского населения. Это наш дом. Я никуда не поеду. Я хочу остаться здесь, с тобой. Наверняка, вопреки логике, соберет большую кассу пятая по счету паранормальное явление «Метка дьявола». Что сказать об этом фильме? Он снят на псевдолюбительскую камеру, и он страшный. Не страшный фильм «Анжелика» Маркиза Ангелов. Новая экранизация культовой серии романов об аванчуристке «Анжелике» открывается спустя 40 лет после первой ленты по этому сюжету. Критики говорят, что разница экранизаций в глубине декольте. И кажется, Анжелика современная, куда скромнее прежней, прославившей актрису Мишель Мерсье. Должна же у него быть какая-то слабость. Он влюблен в свою жену. Я думаю только о своем муже. Будьте готовы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА